ТАССАИВАХЕТА ПРАЯТЕХЕТА КОВИДА НАЛАББХАТИЯД ВРАМАТАМА ПРИЯДА ТАЛЛЯББХАТИ ДУКЧАБАД АННАТАХО СУКХАМ КАЛЕНА САРВАТРА ГАБИХИРА РАНХАСАМ Гаудья Гоштипатия Сищила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвамита Прохупат Джагат Гуру сказал, ТЕ, КТО ВОЗВЫШЕННЫЕ ЛИЧНОСТИ, ОНИ ОБЫЧНО СТАНОВИТСЯ ЦЕЛЬЮ НАПАДЕНИЙ, А ЕСЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ ИТИ НА КОМПРОМИСС С МАЙ, И ВОТ ЕСЛИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС С МАЙ, ИТО ТО ТОТА НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ И НИКТО НЕ БУДЕТ НАПАДАТЬ НА ВАС, А ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ ЧТО ОБ ЭТОМ АБССОЛЮТЕ, ТО РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ПРИЙТИ, И ВОТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕГРАДЫ ПРИДУТ, ЧТОБЫ КАК-ТО ОСТАНОВИТЬ ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ. ТРАНССЕНДЕННЫЙ МИР, И ТОТ МАТЕРИАЛЬНЕ МИР, И ТОТ ОТОБЖЕННОЕ ТО ONE, ТОТ ЭТО ТРЕЦИВЕННЫЙ МИР, И ТОТ ОТОБ galaxyєТНЫЙ МИР, И ТОТ ОТОБРАЖЕНИЕ ТОГО ТРЕЦИВЕННЫЕ ТОГО ТРАНСЕНДЕННЫЕ МИРА. И ВСЁСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕЖЕННЫЕ МЫ НЕ МОЖЕМ НАЙТЬТИ ДАЖЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, кто по-настоящему заинтересован в Го и Вашнавасеве. Такого очень сложно найти. Практически невозможно, очень редок такой человек. И вот великие татвагьяни, они путешествуют по всему миру, по всему творению. Ко-видго значит те, кто татва видит. Они путешествуют по всему миру, и они собирают этот нектар. И та причина, по которой татва вид по уши, они пытаются медитировать на эту Амрито. И другие люди, они скитаются по 14 мирам, рождаясь и умирая. Они заняты собиранием каких-то материальных вещей, они всегда заняты этим. Но они после смерти не могут это с собой забрать. И вот они собирают какие-то такие дешевые вещи. И вот эти обусловленные души из Китая по 14 мирам, они не могут обрести такого шанса. Это очень и очень редко. И вот они пытаются наслаждаться к какому-то умиротворению стремятся, но обретают одни проблемы. Махакал, вечное время, оно идет вперед. Махакал, оно идет вперед. Он совершает свои шаги. И все желания наши, все различные аняпхилаши, посторонние желания, которые мы пытаемся удовлетворить. И автоматически Махакал, оно уничтожает все наши планы, программы, желания планирования что-либо сделать. Сегодня день ухода великого Ачарья, Рамануджа Ачарья. Сегодня день его ухода из силы Рамануджа Ачарья пришел в этот мир по желанию. Верховного Господа. И вот Рамануджа Ачарья значит... Рамануджа Ачарья значит... Младший брат Рамачандра. Я имею ввиду Лакшман. Когда Рамануджа Ачарья, он отправился в Буддапуре. Отец, я... А в общем, Ахараш не будет подробно его явления говорить, а просто хочет сказать о его учении и жизни. И вот я хочу сказать... Рамануджа Ачарья, он родился в Буддапуре, в Южной Индии. Его отец, Ассури Кешав Ачарья, мать Кантимоти. И вот они были оба чистыми Браманами, чистыми преданными. Они молились лотосным стопам Бхата Радза Верховного Господа, чтобы обрести сына. И вот они молились с лотосным стопам Верховного Господа ради обретения сына в своей жизни. И в результате, по милости Бхата Радза, они обрели сына. Назвали Шайла Ачарья. Шайла Пурна назвал его. Шайла Пурна был братом Кантимоти. И вот он. Он брат Кантимоти по материнской линии Рамануджа Ачарья. И увидев благодатные признаки на его теле Махапауша. Различные благоприятные признаки он хотел дать ему имя. Рамануджа Ачарья. И вот увидев все признаки этого мальчика, он дал ему имя Рамануджа Ачарья. Рамануджа Ачарья с самого маленького возраста. Он являл какие-то необычные, великолепные качества его поведения. Было очень прекрасно, поскольку он вечный спутник, или Лакшман Амша, можно сказать. Поскольку Куреш, ученик в его самбродае, они говорят, что Куреш он Рам Амша. И вот, естественно, Лакшман, он Ануджа Рама. И таким образом, с самого начала он начал изучать то и всё. И вот он был очень разумен. Но в то же самое время можно было видеть, что он был полон преданности. Всё время он выразил преданность. Когда он был очень мал, он был предан, и также качество преданности они являлись в нём. И вот Канчи Пурна. Один ученик Ямуна Ачарья. Канчи Пурна. Канчи Пурна, он каждый день проходил мимо дома Кешавачарья, Рам Ачарья. Он получил даршан Бхарат Раджа каждый день. Он ходил со своей деревни. И вот он ходил и получил даршан Бхагавана. И вот проходя, Рам Ануджа Ачарья каждый день видел, что этот великий Вашнав всегда проходит здесь. Будьте осторожны. Сила могущества Вашнава, она может быть определена только другими Вашнавами. А сумасшедшие люди, которые приходят на путь Бхаджана, чтобы оскоренить его, они не могут понять сила могущества Вашнава. Даже Шукадев Госвами полон, он, например, весь в пыли. Он может быть в пыли, но могущество его сияния, которое исходит от него, оно может быть увидено другими великими личностями. И вот Рам Ачарья смог понять, что он великий и преданный. И вот он каждый день выражал свои поклоны, на свое почтение, говорил с ним и пригласил однажды его, пожалуйста, приди и прими прасад в нашем доме. И таким образом он был приглашен в дом Кешава Ачарья, в дом Рамануджа Ачарья, принять прасад. Раньше его звали Лакшман Деши. И вот в начале всего Лакшман пригласил Канчапурну принять прасад там, в его доме. И потом, приняв прасад Рамануджа Ачарья, он массировал ноги стопы того овощного, а тот овощного. И он чувствовал неудобство, говорил, не надо так делать. Я с низкой семьи, с низкой касты, я не могу потерпеть этого. Нет. И таким образом он не позволял Рамануджа Ачарья массировать свои стопы. И тогда Рамануджа Ачарья не сказал, что Байшнов может явиться в любой семье, он всегда чист. Как он приводит пример, Трипун Алвара, он родился в очень низкой касте. Рамануджа Ачарья Лакшмадеша говорит, но все же ему все поклонялись. Он был все поклоняем буквально, и вот для Вайшнава это не большой фактор. Вайшнав может явиться в любой семье, это не столь важно. И таким образом Рамануджа Ачарья, он впоследствии рос, и отец и мать, они настаивали на том, чтобы он женился. Рамануджа Ачарья не мог спорить, он уважал отца и мать только. И вот он взрослел, и родители настаивали на его женитьбе. В то время была система такая, что замуж женили еще детей. Потом, когда они вырастали, они начинали вместе жить. И вот под руководством отца и матери он вошел в семейную жизнь, но все же в жизни Лакшмадеша не было такой семейной жизни. Внешне, может, как-то похоже было, но на самом деле он не был ни в какой семейной жизни. И он просил отца и мать, чтобы они отправили его учиться. Он хотел изучать что-то больше и больше. И тогда, по желанию отца и матери, он вынужден был уйти, изучать Веданту. Но в то время Шанкар Веданта была очень выдающейся. И вот Шанкар Веданта была очень выдающейся. Согласно Таттва Сиданте это значение не имеет, но все же в то время это было очень важно. Все следовали Шанкар Ачаре, его Веданте. И что же делать? И вот он решил пойти и получить образование от Ядав Ачари, Ядав Ачари, И вот он получил образование там, где система в то время была. сейчас такого нету. Когда мы изучаем какую-то парамартху, парамартхик видео, трансцендентные знания, мы должны изучать это через Гуру Сева. В то время была такая система. Вы должны совершать Гуру Сева, даже Гуру Сева, седьмой части, одиннадцатой части. Так много вещей мы можем узнать о связи Гуру, ученика, как опракхидавиддхан. Получать опракхидавиддхан. Опракхидавиддхан. Это вот судебное знание. Это была система. Хотя была не совсем опракхидавиддхан, но все же. Вот моего адивидданта это не то. Но система в том, что мы должны служить Гуру Деву, в Гуру Питхе, и изучать все там. И вот он начал изучать там. И постепенно Лакшмандеши видел, что Гуру, его Гуру Майвади, у него нет веры в Верховного Господа. Но он все сомневался, проверял его, проверял, но в итоге окончательно увидел, что он Майвади. И однажды он массировал с маслом тела Ядавачари. И вот Ядавачари объяснял Шлаку из Упанишады. И вот он объяснял это таким скверным образом, что Рамон Зачарья плакал. Рамон Зачарья плакал. И вот слезы катились из его глаз и капали на спину Ядавачари. И вот как он объяснял это очень скверное скверное объяснение было, что Рамон Зачарья не мог это потерпеть. И что он говорил? Он говорил, что глаза Верховного Господа можно... есть такая мантра, которую мы каждый день повторяем из Ригведы. И вот эта мантра из Ригведы, мы ее повторяем. И значение этой мантры в том, что те, кто подлинные садо, они вечно созерцают лотосных стоп Верховного Господа. Они вечно созерцают, непрерывные. Нет никаких перерывов в их созерцании с лотосных стоп Верховного Господа. Их даршин непрерывен. И вот все время они созерцают лотосные стопы Верховного Господа. И беспрерывно это происходит. Те, кто подлинные садо, тату, генопурши, они могут видеть. И вот так же, когда мы повторяем нашу гай-три мантру, и вот повторяем гай-три мантру, с раннего утра, если вы можете медитировать на лотосные стопы, Горанга Махапрабху, все тело цвета расплавленного золота, Горанга Махапрабху там и солнце восходит, и первые солнечные лучи. И можно видеть Горанга Махапрабху. Там он цвет расплавленного золота. Очень мы должны медитировать на него, чтобы достичь успеха в нашей жизни. Мы должны медитировать на него. Мы должны понять, что гай-три мантру, если мы повторяем без должного внимания, мы не получим результат. И можем повторять долго, но если мы ее бестолково повторяем, то подлинного результата не достигнем. И также с баджаном Горвич Нава не ответственны за это. Если мы без должного внимания повторяем мантры, как обезьяны всегда пытаются какую-то еду найти. У обезьян нет интереса к каким-то драгоценностям. Их фрукты, бананы интересуют, а свиньи стремятся найти какие-то испражнения. И таким образом Рамануджачарья Лакшмадеши, он объяснял эту шлоку таким образом, что лотосные глаза Верховного Господа с цвета розы. Он сравнил это с задницей обезьяны. Такой обезьяны, задница, она красная обычная. Вот он сравнивал, этот человек сравнивал, лотосные глаза Верховного Господа с задней частью обезьян. И Лакшмадеши, он не смог потерпеть такое объяснение, он плакал и сказал у Гурдав, вы объясняете так отвратительно, но это не хорошо, это очень такое плохое объяснение, что ты хочешь предложить взамен. И Рамануджачарья начал объяснять. «Конг» значит «вода» на санскрите. «Конг пивоти» И вот он сравнивает, говорит, что солнце, оно наверху, то эта вода, она испаряется под действием случая солнца. И Господь солнца, он забирает воду, он испаряет ее, и забирает Рамануджачарья, Лакшмадеши объясняет так. «Конг пивоти тикави» И как он говорит, как солнце восходит, и под влиянием солнца, лотос, они распускаются в полное сияние, он выражает свою красоту, и Лакшмадеши, он сравнивает это, он вот сравнивает с этим, с лотосом, который восходит на рассвете. Ачарья этот очень разгревался на такое объяснение, и я давать Ачарья подумал, что это необычный мальчик. Сегодня или завтра он, несомненно, вырастет и достигнет такого положения, что составит в нее конкуренцию и всю Майвату разобьет в требезге. И так или иначе, нужно ему как-то противостоять, чтобы он не смог ничего сделать против Майваты. И вот такие завистливые мысли пришли в голову Ядавачарья. и в другой день Ядавачарья объяснял другую шлоку, но он объяснял очень скверно, поскольку он объяснял это с точки зрения безличного Брахма. И также Раманоджачарья Лакшмадеши был очень опечален, слышал такое объяснение, и сказал у Гурдов, «Бхагаван, вечно присутствующий Бхагаван, его нить из Савупа, а вы объясняете ее таким образом. Я не могу это потерпеть». И Гурдов сказал то, «Как ты объясняешь это не идеальное объяснение». Но он начал ему завидовать и думал, что бы сделать, чтобы избавиться от него. Но как избавиться от него, если я этот президент общества, если я убью его, то слухи разползутся, это плохо для меня. Вот он начал планировать таким образом, чтобы тот помер, и так якобы случайно, и никакой дурной славы бы к нему не пришло. И вот он предположил, о мой сын, мы все можем пойти принять омовение в Тривене на слиянии Ганги-Ямуна и Сарасвати. И вот в Тривене с Сангам это слияние трех рек Ганги-Ямуна и Сарасвати. И вот там мы можем пойти и принять омовение. Хорошо, пойдемте. И вот все эти ученики в группе, они пошли. И вот идя, в этой группе они, в этой группе был брат Лакшмандеши Говинде, вызвали не прямой брат, а какой-то косвенный, родственник какой-то. И вот они шли через такой лес, за это, за... Через дремучее лес они шли, и вот Яду Ачари, я хотел его как-то, чтобы тот шел в отдалении от группы, чтобы какое-то животное его по дороге съело. Этот лес очень опасен был. То место, откуда мы Шиву Махараджа обрели, и это очень такой дремучий лес. Если вы можете Амар Гантак, это основа Нармаданадзи, и обычно, это большая группа садху, они могут пойти парикрам, парикрама, 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 и очень хорошая группа, но не садху, они всегда в группе, они всегда в группе, и вот они шли в группе, и после этого Яду Ачари, он хотел этого мальчика как-то изолировать, чтобы животные съели его по дороге. И вот начался шторм, какая-то непогода, и вот этот родственник как-то узнал их, в их планах сообщил ему, чтобы он спасся. И вот благодаря ему, как только он услышал, что Яду Ачари хочет убить его, и что ему нужно бежать. И вот он сказал ему что-то, и опять присоединился к группе, Яду Ачари начал спрашивать, почему ты тут опоздал, как вот шторм начался, как я по такой погоде могу вас догнать. А где Лакшмадеши? Лакшмадеши, не знаю, как где, не знаю, не видели его. Уже давно нет, видно, съели его по дороге. В общем, они решили для виду его поискать, и не нашли, и пошли дальше. И вот Лакшмадеши больше не видели, и Лакшмадеши узнал об этом, и пошел в противоположную сторону, чтобы с ними никак не встретиться. И вот он очень устал, и в итоге он мог видеть, и вот он думал, куда же ему идти, очень дремучий лес, непонятно, куда идти, и он обнаружил один охотник с женой, и вот этот скверный охотник, и вот он сказал, хорошо, по крайней мере, этот охотник мне поможет, никого нету, хоть что-то есть, я буду следовать им, и в итоге он начал следовать за этим охотником, с женой охотника. и вот после этого ночь настала, но ночью неблагоприятно куда-то ходить. и вот решили они отдохнуть под деревом, и жена охотника была очень, очень жажда мучила, она пить хотела, и охотник сказал, что ты молодой, самый молодой, на среде пройдись по округе воды поищи, а уже темно было, это сложно было, и вот а жена говорила, хотя пить, конечно, хочется, ну вот не знаю, следует ли тебе идти по такой темноте и дремучему лесу, но в общем он собирался уходить, они его не отпускали, но утром, когда солнце взошло, Лакшмадеша, он нашел где-то воду, но не было емкости, поэтому он взял в ладонях, принес, и так три раза он ходил, чтобы напоить жену этого охотника, и когда на четвертый раз он пришел, потому что емкости здесь не было, поэтому так несколько раз ходил за водой, и когда Лакшмадеша опять пошел взять воду, и когда он пришел, он видел, никого нет, и где же этот чита, куда-то пропали, но в итоге он обнаружил себя, что так много людей вокруг кричат, где же я принимаю томовение во водоеме, где же я нахожусь, я в лесу был, и вот он спросил, можете ли вы сказать, что за место, где мы находимся, как это Барат Рашмандира, Барат Рашмандира, как он за сотни километров от того леса, где я был, как это возможно, и как я сюда так быстро достиг, Рамануджа Ачарья был отправлен в Курмакшетру Джаганадхам. Рамануджа Ачарья, он не смарт, нельзя про него так говорить, он на пути в Витхимарга, находится очень много ограничений, и он хотел изменить план служения Джаганадхе. И вот Рамануджа Ачарья, и вот он был в Курмакшетре, поскольку Джаганадх, он вместе с он спал, и вот он вместе с его кроватью перенес его в Курмакшетре, и Рамануджа Ачарья тогда понял, что то, что я планировал, это не одобрено Джаганадхам, поэтому меня сюда поместили вот тот Рамануджа Ачарья, Лакшман Дэши, и вот он начал лить слезы, но кто те, это чета, откуда они вообще появились. И в итоге, когда он встретился с Шайлапурной, он сказал, что вы очень удачливы, поскольку Лакшми Нарайя в форме этого охотника и жены охотника, они хотели спасти тебя, они не охотники, а жена, то есть это Лакшми Нарайя, то есть это Лакшми Нарайя, они пристали перед тобой в такой форме, поэтому очень хорошо, служи Баратраджу, собирай воду с этого и с этой емкостью, предлагай ему и с тех пор Рамануджа Ачарья с великой преданностью, поскольку когда мы обретаем поддержку от Гуру Барги или Бхагавана, сила она автоматически приходит к нам, мы почувствуем тот Бхагаван, ради которого мы совершаем, он столько силы дает нам, так помогает. И вот в последствии, когда Ядавачарья опять увидел Лакшмандеши, который был там, и тогда он как будто начал какую-то драму являть, где же ты был, мы не видели тебя, где же ты, приходи, учись, но он сделал вид так, что обрадовался, что он выжил, и вот Лакшмандеши, он не стал спорить, сказал, да, почему нет, поскольку састра говорится, если вы обманщик, то тогда я могу обмануть вас, это не шутки, если вы лицемер, то и по отношению к вам будут лицемерить, обманщиков, ничего плохого в этом нет. И вот Рамонаджачарья тоже сделал вид, что обрадовался, но тем временем я забыл сказать, что Рамонаджачарья Лакшмандеши, когда он получал образование. И вот случилось нечто, что случилось однажды, царь этого царства, его жена, не жена, это дочка была попала под влияние привидения, которое вошло в ее тело, и тут ей надо было жениться, организовали свадьбу для нее. И вот он подумал, что если все узнают, что дочка его бесноватая стала, кто ж жениться на ней. И вот он начал молиться ядвачарья, о, ты ядвачарья, ты великая чарья, пожалуйста, сделай так, чтобы это привидение ушло, иначе проблема большая для нас. И вот ядвачарья сказал, хорошо, я попытаюсь, и вот ядвачарья пошел и перед этим и вот он в общем изгнать изгнать этого беса, этот бес очень сгнивался, попытался убить его, золотой глупец в прежней жизни. Ты был змеей, особой змеей, гошап, как на крокодила похож, визуально, не лизард, а крокодил, очень острым языком и там. Я видел таких в 2000 году наводнение, когда было, весь читанимат был затоплен, я был читанимат, я говорил, харикатху на втором этаже жил, но надо было доплыть до этого второго этажа, все затоплено было. И вот в то время я видел этого гошала, и это гост, привидение, говорит в прежней жизни. Я был этим змеей, и сейчас, поскольку предпринял остатки пищи брамана, овощного, овощного, браманы, овощного, браманы, овощного. И вот он съел свой прасад, выкинул тарелку, я съел остатки с этой тарелки, поэтому я получил такое же могущество, как он. И есть только одно средство, если этот Лакшмандеша, он может отдать мне воду, а мышь его стопы, то только тогда я уйду, но не раньше. И вот Ядавачаря почувствовал себя оскорбленным, как это, перед каждым. И вот Ядавачаря, в общем, так получилось, что его перестали уважать, и решил он после этого случая, где его так опозорил это привидение. И вот он решил отомстить, убить ему. И вот так, по желанию Лакшмина Райана, он оказался в храме Баратранжа, начал приносить ему бесчисленные поклоны, сказал, я хочу служить тебе всю жизнь. И вот Лакшмандеша, он не он уже не слушал Ядавачарю, он искал духовного учителя, он просил Канчипурно, ты великий преданный, пожалуйста, дай мне дикшу, мне нужен харинам, я с низкой касты, как я могу дикшу дать? нет, и в то же самое время, поскольку он просил снова и снова, но Канчипурно был очень хитёр, он знал жена Рамана Джачари, жена Лакшмандеша она из семьи смартабраманов, он знал, и он хотел преимущество этого получить, поскольку Лакшмандеша не он готов был получить дикшу, так или иначе, и так или иначе, Канчипурно, он хотел этим воспользоваться, поскольку это Лакшмандеша, жена была из семьи смартабрам, и вот он решил, как-то схитрить, сказал жене, что вот он, что дикшу от него хочет его, ее муж получить, а то начал возмущаться, что вот этот, сдурел, что ли, как это, получать дикшу от какого-то человека с низкой пасты, и вот, в общем, она была категорически против, и в дальнейшем тот все-таки наставил, чтобы от кого же, спрашивал у него, от кого же получить дикшу, и тот сказал, иди получи дикшу от Пурна-ачарья, иди встретись с ним, скажи, что я тебе послал, он мой брат Боги, и в итоге он получил дикшу, но тот был домохозяином, Арманджа-ачарья тоже являл домохозяином, и все же получил мантру, но относительно мантра, много раз я говорил, я говорил перед преданными, что если вы обретаете мантру дикшу от Горудева, если вы не поймете значение этой мантры, если вы не поймете мантру, не поймете, что мантра, она не отличная от мантра-деваты, оно всегда не отличная от мантра-деваты, будьте осторожны. И вот это такова Сиданта что? И вот он получил значение этой мантры и мистерию этой мантры. Как наше Камагайтре? Камагайтре мы не можем говорить о ней перед публикой. И Брамагайтре также. Если мы произнесем ее перед публикой, то сила уйдет с этой мантры, это запрещено. И вот кто же знает мистерию Камагайтре? И вот какова же мистерия этой Камагайтре? Какова значение? И вот она известна великим таттва ачарьям. И поэтому он хотел узнать мистерию этой мантры. И вот Пурна-чарья говорит... И вот Пурна-чарья говорит... И вот он может дать наставление относительно этой мантры и рассказать ее мистерию. И вот он пошел, начал молиться лотосным стопам. «Гошта Пурна, пожалуйста, дай мне эту мантру». И восемнадцать раз он был отвергнут. Он... И вот его по той или иной причине постоянно отказывали. Как Шилы Прабхупат был отвергнут в восемнадцать раз. Гурки Шарда с Бабу Джимахараджем. Это великолепный пример. А сейчас, к сожалению, мантры очень дешевле. Если нужны мантры, идите, берите. Но в то время мантра была очень редка. И вот... Кто может дать мантру? Каковы условия получения мантры от Гуру? Мы должны все это публиковать, чтобы люди знали. Но таких искренних преданных, которые могли бы помочь мне, я не могу их найти в этом. Моя неудача. И как же совершать служение должным образом? С самого начала я пытаюсь сделать все. Я завишу от себя. И вот проблемы. Сейчас какие-то приходят, я не могу давить на кого-то. Хотя это правило, Гурдев может даже бить своих учеников, но это нехорошо. И вот Пурначарья, он восемнадцать раз отказал ему, Рамуна Джачарья, Рамуна Джачарья опять девятнадцатый раз пошел просить. И в итоге он дал ему мантру и рассказал значение этой мантры, но это после. Но перед этим случилось нечто. Ямуна Джачарья услышал о силе и могуществе Лакшмандеши. И в то время ямуна Джачарья был Ямуна Муни, он уже совершил свою лилу, еще не ушел из этого мира. И вот он слышал много вещей о Лакшмандеши и в итоге решил, он был уверен, что этот Лакшмандеши, он может получить роль великой. Он может стать великим Ачарья. И вот Ямуна Ачарья видел это великие возвышенные саду, они могут видеть прошлое, настоящее и будущее. И поэтому, видя то, что случится, они пытаются избежать всех проблем, которые впоследствии могут возникнуть и уходят в какие-то уединенные места. И вот они видят, что впоследствии случится. И вот таким же образом Ямуна Ачарья, он понял, что это Лакшмандеши. Он, несомненно, станет Ачарием Ачари после меня. И хотел сделать... И вот что он же сделал, он написал, Стота Ратнавали, прославление Барад Раджи. Стота Ратнавали. И Ямуна Ачарья, он послал одного ученика и сказал, Лакшмандеши каждый день получает Даршин Барад Раджи. И что можно сделать, ты можешь пойти внутрь храма, сесть там и воспевать эту Стотуань. И вот Лакшмандеши каждый день приходит, тебе не нужно ничего делать, автоматически произойдет, просто сиди и повторяй эту мантру. Я посмотрю, как Бхагаван привлечется этим. Можно вспомнить случай Шукадев Гасвами. Шукадев Гасвами в Йосадефе его прямо не поймал. А косвенно через Паву Бхагавад Шлок Он сказал своему ученику, чтобы тот просто шел по лесу и воспевал эти шлоки. И в итоге, когда тот услышал, он привлек всей их красотой. И вот смотрите. И в то время, что случилось, когда это... И вот в то время Лакшмандеши был удивлен, кто повторяет эти шлоки и что это происходит. И он приблизился к этому предному, спросил, что ты читаешь? Это с тот Ратнавали. И что написал? Это Ямуна Ачари. Вот действительно, я хочу встретиться с ним. Пожалуйста, покажи, где он. И вот они пошли встретиться с Ямуна Ачари. Там, где он совершал Баджин, это было далеко достаточно. Но по дороге они узнали, как в случае с Шинива Ачари. И Шинива Ачари пошел встретиться с Горангой, но тот ушел. И таким образом они узнали, что Ямуна Муни у нас ставил тело вот прежней ночью. Вот они не успели буквально там на несколько часов и решили еще побыстрее надо бежать. И хотя бы его трансцендентное тело увидят. И вот они пошли, побежали точнее. И вот они встретились с Ямуна Ачари. И вот Лакшмадеши, когда хотел поклониться, он смотрел. Он видит, что три пальца вот так вот загнутые. И вот каждый видит то, что он хочет видеть всем. Обезья, обезьяна, например, видит фрукты на дереве, но великие саду они видят наше будущее. И поэтому они иногда плачут в виде его. И в итоге что случилось? Благодаря своей трансцендентной силе он понял, что это какой-то знак, что эти три желания этого великого саду остались неисполненными. И я уверен в этом. Три его желания еще неисполнены. И вот он пообещал. О, Ямун Муни, твое трансцендентное тело здесь, я люблю тебя. Я прикасаюсь к твоим лотосным стопам. Я обещаю, я исполню твои желания. Помоги мне помочь понять, что же за желания, которые не исполнены в твоей жизни. И вот тогда по желанию Верховного Господа Ямун Ачари, одним за одним он осознал все это. И вот первое, перед Ямун Муни, я обещаю, что с сегодняшнего дня я буду пытаться организовать все драбирское общество. Это драбир-кхетра. Я пытаюсь организовать все таким образом, чтобы все следовали всему. И вот я обещаю тебе, я... И вот опять он сказал, я обещаю тебе, что я... При... Веду свидетельство из различных источников, и я напишу башью Веданте. Я напишу комментарий на Веданту, чтобы разрушить всю Сидданту Майвады, я обещаю. И вот второй палец, он тоже открылся. И третий... Он думал... И вот много... И третий... Третий обед он тоже дал. Прикоснулся к лотосной стопам Ямун Амуни и... И тогда... И тогда... Этот... Третий палец тоже открылся, и Ямун Амуни, он... Решил... А вот он принял... Этот Рамон Зачарья, точнее, он принял решение... Принять Саньясу и начать проповедовать. И вот он начал проповедовать Шри Санпадай. И таким образом... Шри Санпадай изначально можно найти связь с Ямун Джачари, но все же... Это Шри Санпадай, она исходит из Лакшми. Татва Сидданта Рамон Джачари, это Вишишца Адвайтавады, я могу... Рассказать об этом на сегодня... Проблемы технические, и я так много хотел рассказать. Ну, что делать, ну... Иногда какие-то беспокойства возникают. И таким образом, смотрите... В итоге, Рамон Джачари принял решение... Принять Саньясу. И вот он принял Саньясу на берегу... Анантасарвара. И вот на берегу Анантасарвара... Он принял Саньясу от изображения Ямуна Ачарь... Ямуна Ачарь... Как нас... Шила Прохопат... Принял Саньясу от Горги Шарда... С Вабаджи Махараджи... Глупые люди не понимают этого... Поскольку, что так говорится... Иисус, есть должное представление... Вот есть... Восемь видов божеств и изображения божества... Это тоже один из видов божеств. И вот портрет... Фотография... Тоже авторитетно... И вот он получил Саньясу на берегу Анантасарвара... Вот изображение Ямуна Ачарья... И вот это... И тем временем... Я вынужден сказать то, что... Ямуна Ачарья... Он ушел... И никого, кто мог бы помочь ему... Я уже сказал от Гошта Пурны... Когда тот был отвергнут 18 раз... И в итоге он получил эту мантру... И Гошта Пурна сказал... Ты не должен эту мантру... Открывать никому... Я даю ее только тебе... Будь уверен... И вот получив эту мантру... Лакшмадеши пришел... И вот перед... И вот он начал громко кричать эту мантру... Там был человек 80... Он нарушил наставление Гошта Пурна... Гошта Пурна когда узнал... Он очень разгневался... И сказал... Ты в ад попадешь... Ты нарушил мое наставление... Почему эту мантру всем раздал? И... Лакшмадеши... Со смирением... Сказал... О Гурдев... Я очень... Малый... Творение... Если я попаду в ад... То... Это не проблема... По крайней мере... Эти... Восемь человек... Они... Попадут... В высшие меры... И ради этого я готов пойти в ад... И Гошта Пурна понял... Настроение Лакшмадеши... И позволил своему сыну... Получить Дикшу от него... От Раману Ачарь... От Раману Ачарь... И когда Ядав Ачарь... Его мать... Она тоже получила посвящение от Раману Ачарь... От него... И также Говинда... Этот кузен... Раман Ачарь... Он тоже получил Дикшу от него... И таким образом... Куреш... Тоже... И остальные... И таким образом... Раман Ачарь... Один за днем... Он... Раз... Пространил влияние по всей Индии... Такую великим Ачарь... О Ачарь... Он был... И об его Ачарятве... Все говорят... И в итоге... Ямуна Ачаря... Когда он ушел... Он сказал... Что... Обещал ему... Что я... Напишу комментарии к Виданте... И в этом случае... Он... Отправился в Гималайю... В Кашмир... В Кашмир... И вот там... Сарада Ашрам... Сарада Ашрам... Сарада Ашрам... Это Ашрам... Майвади... Раман Зачарья... Он... Узнал... О том... Что... О том... Что... Там была... Бадайен Баши... И это... Бадайен Баши... Если я... Обрету... Я могу... Написать... Все... Для... Разоблачения... Майвады... Я... Смогу... Написать... Шри Баши... Чтобы... Собрать... Это... Бадайен Баши... Он... С Куришем... Поехал... В этот... Ашрам... И... Ночью... Когда они... Отдыхали... И... Он... Попросил... Я... Просил... Бадайен Баши... У вас... Можете ли... Показать... Мне... Ее... Только... Показать... Я хочу... Увидеть... Я... Сказал... Нет... Нет... Никакой Бадайен Баши... Кто... Сказал... В общем... Сделали вид... Что... Не понимают... И... Вот... Ночью... Рамуна Чаджо... Плакал... И... Молился... Господу... Я... Обещал... Ямун Ачария... Написать... Все это... И... Сарада Деви... Ночью... Она явилась... Перед Рамуза Ачария... И... И... В тонкой форме... Эта Деви пошла... И... Принесла... Эту... Бадайен Баши... Ему... И... Бери... И... Начинаю... И... И... Вот... Это... Глубоко... Ночью... Было... И... И... Ночью... Она... Ушла... И... Этот... Ашрам... Никто не мог... В общем... Они ушли из этого ашрама... Никто не смог их поймать... Но... Утром они обнаружили... Что... Куреши... Эта Циньеси... И... Ушли внезапно... Даже... Не... Прощавшись... Ну-ка... Пойдемте... Проверим... Бадайен Баши... Как украдено... И... Тогда они... Наняли... Четырех... Хулиганов... Сказали... Может... Заплатить вам... Любые деньги... И... И... Поймайте... И... Вот... Четырех... Хулиганов... Месяц... Пытались их... Нагнать... И... Вот... Подумайте... Как... Быстро... Этот... Рамуджачаря... И... Куреши... Они сделали ноги с того места... Их только через месяц... Поймали... И... Вот... Начали спорить... Давайте... Эту... Бадайен Баши... Рамуджачаря... И... В итоге... Они забрали... Бадайен Баши... Вернулись... В Ашрам... Рамуджачаря... Начал плакать... Перед Лакшмина Райна... Что же делать... А... Куреш сказал... О Гродев... Не беспокойтесь... Почему... Они... Бадайен Баши... Уж нас забрали... Ну и что... За этот месяц... Ночью... Я ее читал... Когда вы спали... Я читал... И... Запомнился... Тудры... Могу... Написать... Это... В незменном виде... И... И... В итоге... Он за неделю... Это... Восстановил... По памяти... Всю книгу... В таком... В таком же виде... Как она была... И... Гурде... Благословил... Куреша... О Куреша... Я благословляю тебя... Как это возможно... Ты... Подлинный Гурсавак... Рамон Зачарья... Начал плакать... И так или иначе... Он вернулся... И начал писать... Шри Баши... Чтобы... Уничтожить... Су Сиданто... Майвади... И... Тем временем... Благодаря... Его... Слова... О нем... Распространилась... Вокруг... Всего... Вокруг... Вокруг... Мадавиндапури... Никогда не стремился... К Пратистину... Сейчас... Весь мир знает... Кто такой... Мадавиндапури... Под... Читане Читамрите... Говорится... Гуру Вашнавы не хотят... Обрести Пратистину... При... Родопрактически... В том, что... Она стремится... За овосинавами... Овосиновы... Идут куда-то... Овосинавы... Пратиста... Слава... Она следует за ними... Как Маду Ачарья, когда он узнал, что Гопинат для него, он сразу скрылся с того места, чтобы никто не мог выразить ему почтение. Но, тем не менее, весь мир знает, кто такой Маду Абхури, и даже Сам Верховный Господь прославляет его. И вот слова Раману Джачарья распространилась по всему миру, и один Кримикантка, этот Шайва, царь, царь этих, в общем, завистливый царь этих Шайвов или еще кого-то там, и вот он хотел, от Шайвов, он хотел Раману Джачарьячарью конвертировать свою религию. И вот решил любить сыну, а если не конвертируется, то убить его. И вот этот царь сказал, что будет Дхарма Сабхаунас, давайте приходите, и вот он пошел, но по дороге встретился с Курешем, Куреш там был. И вот Куреш спрашивает, почему вы пришли? Царь зовет вас. Вы тут, врачного Сиданту, распространяете, царь очень печален, и идите, спорьте с ним, а не выигрывайте, то вас убьют. И вот Куреш подумал, если я позволю Гурадаву пойти, проблема будет, и вот поэтому я лучше сам пойду. И вот он взял одежду саньясы Раману Джачарья и пошел за него, сказал, что вы оставайтесь, Гуру, все для меня, я пойду за вас. И он пошел, и вот он не Раману Джачарья, но под именем Раману Джачарья пошел, сказал, что я Раману Джачарья, а вы кто? И вот он представился Раману Джачарья, и они начали спорить. И вот таким образом Куреш, он достиг успеха, и вот этот пандит против ложной партии, он полностью был разгромлен, но этот царь все равно был гневен. Он хотел выколоть глаза Курешу, вот они поймали его, выкололи глаза за то, что он их выиграл, и выкинули его на улицу, и по милости Баратража, он как-то пришел с себя, и Гурадав увидел его состояние, начал плакать, «Все, Куреш, ради меня ты такое сделал». И во всей истории Баджана, за бесконечное время, это имя Куреша, оно замечательно. И вот Раману Джачарья благословил его идти к Баратражу, я молюсь ему, Баратраж, он дарует тебе глаза, иди к нему. «Гурадав, мне не нужны глаза, нет, иди». Я помолился ему, Баратраж, дарь тебе глаза, и ты можешь развить более такие духовные глаза. И вот по указанию Гурадава он предложил поклонную Барате, Ачарье, Бхагавану, и автоматически, по милости Гуру, Куреш, он обрел такие глаза, которыми он может видеть прежнее, прошлое, настоящее, будущее. И так, Куреш, достиг успехов своей Гуру-себе. И таким образом, Раман Джачарья, он начал проповедовать и разоблачил всю Моя вода. И вот таким образом, Раман Джачарья, он продолжал проповедовать, Раман Джачарья хотел основать висищество Адвайтова, 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 Адвайтова. И вот Рамон Звачарья хотел основать висисто адвайтоваду, и есть особенность этого, висисто адвайтоваде Рамон Звачарья хотел принять основную татву, как читтатва ачиттатва и ишвара. Читтатва ачиттатва и ишвара. И вот вся веданта, все упанишады, все, что вы обсуждаете, можно все это привести к тому, что бхагаван дживататва и ишвара татва, и все это связано, все, что вы обсуждаете, все татва, они связаны. И вот автоматически Рамон Звачарья принял эту читтатву ачиттатву и бхагавататва брама. И вот читтататва значит, бхагаван он читт анандам брама, анандам брама, но это Рамон Звачарья хотел сказать бесчисленные дживы там. И вот Рамон Звачарья говорил о такой свиданте, о котором мы говорим о дживатататве. Дживана, вечно присутствующая, дживататмана, вечна. Мая татва, она тоже вечна. И брама, бхагаван, он тоже вечен, вечен, вечен. Рамон Звачарья говорит, вы не можете понять, не можете видеть брама. У вас нет глаз видеть брама, по крайней мере, если вы видите эту материальную природу людей, обословленных душ. Это признак такой, показать, что брама есть. Я имею в виду Рамон Звачарья хотел сказать то, что все эти дживататмана, дживы, и эта материальная природа, они показывают, что брама есть. Это шарьер, тело брама, это не ложно. Все, что мы видим здесь, это все брама, сарам, кальдам, брама, все, что вы видите, понимаем, не понимаем, как млечный путь. Все звезды, планеты, видимые или невидимые, все это тело брамы. Это так и есть, но все же, в Гите Багаван говорит, хотя и здесь, но все же у меня какие-то особые, особые личные сварупы есть в Читане Читамрите, перед Махапрабху, перед Санатаной Махапрабху говорит. Я внутри всей природы, где меня только нет, и каждая ваству, я во всем и все во мне. Багаван говорит, что нет ничего во мне, а он, я во всем и все во мне. И то, что, так же он говорит, что я нигде, ничего нет во мне. То есть такие взаимоисключающие вещи. Но все взаимоисключающие вещи могут быть в абсолютной гармонии с случаем с Верховным Господом. Когда мы думаем о Верховном Господе, если внешне какие-то противоречивые факторы, они балансируются внутри Него Багавана, он является наивысшей степенью отречения. Никто не может сравнить это с Шичитами Махапрабху. То же самое время этот, с самой Шичитами Махапрабху, в форме Кришны он показывает, что я наивысший наслаждающийся. И как это возможно? И в случае с Багаваном это возможно. А в случае полубогов и даже в случае с Шангхабхабхана это невозможно. Только в случае с Верховным Господом это может быть полная гармония. В случае с Верховным Господом и таково всегда. Это действительно так. И вот как Рамон Зачарья говорит, это особенность, почему вишище Адвэйтавада. Рамон Зачарья говорит, это особенность. Мы можем видеть всех с Живатом, всю природу. Эта природа показывает, что она тело Бхаммы, Бхагавута во второй части. Мы можем найти. Сухадрагас Сави говорит, все деревья, планеты, они лицетворяют с собой волосы Бхагавана. Вся природа. Это называется Стула Шарира. Такое мэмэ, грубое тело Бхагавана. Стула Шарира, все вселенское тело. Но Бхагаван, видите, много раз мы. Бхагаватом так же говорится. Хотя и здесь, но все же у меня есть уникальная Сарупа, очень, в моей Вечной Доме. И таким образом Рамон Зачарья показывает, что вся эта природа, все джипы, это тело Бхагавана. И в то же самое время кто-то может спорить с тем, что Бхагавана, он вечен, но джипа тоже вечна. И Рамон Зачарья говорит, да, джипа она вечна. Майя вечна. Чит, ачит. Они вечны, и Бхагавана вечен. И в этом случае Рамон Зачарья, он дает такое суждение, что не думаете, что Бхагавана вечен. И он абсолютно истинный, но джипа не совсем истинный. Но смотрите, как Бхагавана – это вечная истина. И в абсолютном присутствии Бхагавана везде мы соглашаемся с этим. И также мы должны согласиться в абсолютном присутствии джип. Джипа, они везде есть и везде присутствуют. Их какое-то примерно одинаковое количество. И все они важны. И вот Рамон Зачарья показывает то, что во время разрушения, когда все творения уничтожаются, Рамон Зачарья приводит такой аргумент во время явления Адвайта Гаса, я говорил, что составляющие из этого творения, то есть грубые какие-то вещи есть, тонкие, и вот весь этот видимый мир. Рамон Зачарья говорит, когда все творения разрушаются, то можно видеть все джипы, они входят внутрь тела Махавишну Нарайны. Внешне мы не можем найти это. Рамон Зачарья говорит, когда все материальное творение уничтожается, то мы ничего не можем найти, поскольку все в тонкой форме входит внутрь тела Махавишну. Только внутри Махавишну Рамон Зачарья приводит пример, что, как охотник, он охотится на попугаев и птиц. Рамон Зачарья приводит такой пример, как зеленая птица, в листве ее не видно. А если вы пытаетесь поймать, эти зеленые птицы залетают в лес, в крону зеленого дерева, и уже сложно разглядеть эту птицу на фоне зеленых листьев. И Рамон Зачарья такой пример приводит, когда зеленые птицы летят и садятся в крону дерева с зелеными листьями, и то их не видно. И Рамон Зачарья говорит, но все же, несмотря на то, что они залетели в крону дерева, они отдельно от этого дерева. И Рамон Зачарья, он подтверждает, они не брам, они остаются в браме, но они преобразуются в браме. Они не преобразуются в браме, а отдельно от него существуют. И вот Рамон Зачарья подтверждает, что когда все творение растворяется, то подобно зеленым птицам, залетающим в зеленую крону дерева, они остаются отдельными, у каждого свое отдельное существо. Но, может, внешне это не видно, как птица в кроне дерева. И поэтому Рамон Зачарья, он показывает священство адвайта в адвайта. Адвайта значит не адвайта едино, как Майваде говорит. Майвада говорит только адвайта в адвайта. Адвайта значит, что они не признают, что есть двойная татва. Они признают только адвайген татву. Дживагасаепат, различные чары они показали, что шакти-шакти-матур объет в веданта-сутре. Хотя шакти-шакти-ман, они не отличные друг от друга. Но все же это одна и уникальная татва, согласно. Ачинь-тибьеда преда татве. И вот четыре отчарья говорят, кто-то говорит, висишта адвайта в адвайта в адвайта в адвайта. И Махапрабху, он сказал, что все хорошо, но единственное, мы должны принять Ачинь-тиабьеда, Абьеда в адвайта. Если мы признаем Ачинь-тиабьеда, Абьеда в адвайта, то все остальное придет в гармонию, поскольку четыре отчарья имеют дело с Брамой Адживой и Майей. Но точка зрения отличается немного в воде. Об одном говорят, но их представления, их точки зрения, они отличаются. И вот Махапрабху хотел дать нам дар Ачинь-тиабьеда, Абьеда татвы, с помощью которой мы можем привести в гармонию все. И четыре особенности сампада и шахты. Таттва Рамуджа Ачарья внешне, Бхагаватцева, признанная Мадва Ачарья. И вот таким образом мы находим, что с помощью Ачинь-тиабьеда, Абьеда таттвы мы можем обрести гармонию. Так или иначе Рамуджа Ачарья, он основывает Вишиштха Адвайтаваду, и хотя есть дуальное представление, Вишиштха Адвайтавада, Вишиштха Адвайтавада, оно единое в разнообразии и разнообразие в единстве. Это все хорошо. Рамуджа Ачарья, он такую седанту подтверждает. Рамуджа Ачарья, он утвердил цели своего баджина. И таким образом у них есть у каждого и своя особая процедура баджина. Они находятся на пути в витхе марга. Они очень строго следуют всему. Рамуджа Ачарья очень строг со своими правилами и предписаниями. И вот особенность Вишиштха Адвайтавада. И вот Рамуджа Ачарья начал проповедовать в различных местах. Он был удачлив в том, чтобы даже изменить настроение демонов. Как Дранурдас был такой человек, он был борцом. Вот Рамуджа Ачарья, он смог победить его. И так много демонов они оставили свой путь и приняли прибежище. У Рамуджа Ачарья с полной преданностью. Если нет бхакти и преданности внутри нас, то, что мы можем дать другим, люди не понимают, что такое проповедь. Проповедь значительно чельная. Мы должны получить осознание баджина от нашего грудного, обрести бхакти, и тогда мы можем проповедовать. Иначе мы не должны проповедовать. Под именем проповеди много скверных вещей творится. И это не проповедь. Это нельзя сказать, что это проповедь. Проповедь сначала мы должны осознать, что мы проповедуем, как, например, если кто-то просит у нас десять рупий, а у нас ничего, да? Как мы можем проповедовать? И поэтому обусловленным душам не одобряется их проповедь. Чела Прабхупатый Бхактин вот таков говорит, что обычные люди не могут проповедовать, но кто это слушает, люди думают, что проповедь подобна каким-то шуткам, какому же Ачари проповедовал везде. И вот в процессе своей проповеди он объездил всю Южную Индию. В то время Южная Индия находилась под влиянием Майвады. Также в книгу можно найти Парапакха Гири Ваджра, как уничтожить Сиданту Майвады Парапакха Гири Ваджра. Она называется. Сложно найти ее, но даже многие имени этой книги не знают. И вот я хочу привести пример, как это возможно для великого демона изменить свое сердце. Однажды Рамунжа Ачарья пошел в дом Барат Ачарья. Имя его ученика было Барат Ачарья. Барат Ачарья – это имя Бхагавана также, но у него был ученик Рамунжа Ачарья, которого звали также. И вот этот Барат Ачарья был очень виден, и вот он ходил каждый день собирать подаяния. И вот он собирал что-то и готовил, и не думал ни о чем. Он довольствовался тем, что есть сейчас. Очень редко таких можно найти. И таким образом Барат Ачарья он отправился собирать подаяния, и Рамунжа Ачарья он пошел в дом Барат Ачарья. И в то время жена Барат Ачарья внутри своего дома, вот похлопала, знак такой дала, вот похлопала три раза. Рамунжа Ачарья, он понял, что у этой жены одежды не было, а единственная, которая была, она ее постирала, повесила сушиться. Но выйти не в чем было, поскольку одежды не было. И вот она такой знак подала, и Рамунжа Ачарья понял, он кого-то попросил взять эту одежду и кинуть ей в дом, чтобы она оделась и вышла. И вот эта жена сказала, мы очень счастливы, что вы пришли, но моего мужа нет сейчас дома. И Рамунжа Ачарья знал, что они очень бедны, что даже стакана для воды нет. Мне не в чем воду Гурдару предложить, и Гурдар сказал, не беспокойся, мы тут подождем его. И вот тем временем жена Барат Ачарья пошла к какому-то торговцу, он продавал шиницу, рис, дал ги. И вот жена Барат Ачарья пошла к этому богатому человеку, встретилась с ним и сказала, если ты можешь дать мне какие-то продукты, я отплачу тебе. Ну, как-то отплачу, денег у тебя нет, но отплачу как-то, не беспокойся. Ну, что делать, все дам, что хочешь. И вот, в общем, этот торговец попросил ее, чтобы она переспалась с ним, и тогда он все даст, что ей надо. Она, в общем, согласилась и взяла кучу продуктов, и они пошли готовить, предлагать это все Гурдару. Пригласили соседей, знакомых, и Барат Ачарья пришел тем временем. Он был полон радости, как это возможно, я не могу поверить. Гурдар пришел в мой дом, я настолько беден. И вот он начал говорить с женой, как это, ты организовала все, и она все рассказала Барат Ачарье. И он сказал, хорошо, великолепно, ты подлинный Гурсевак, мы можем сделать все ради Гурдава, не только деньги. Я говорю, что Гурдар есть мой муж, я могу сделать все, что я могу. Это становится ситуацией, это ситуация. Это ситуация. Они не смогут сделать успешно. Они смогут все уходить, чтобы они не смогут. Потому что это не в порядке. Если вы от меня, то я могу поставить гарантию. Если вы от меня, то я могу поставить гарантию. И если мы следуем Гродову, то тогда Гродов может позаботиться о нас, иначе что он может сделать? И тогда мы вынуждены будем сами пожинать плоды своей кармы. И вот этот муж этой жены был очень восхищен ее поступком, сказал очень хорошо. И вот Раман Зачарья принял Просад. И на его тарелке что-то осталось. И вот эта жена пошла исполнять желание этого богатого человека, и вот она пришла с Просадом, и тут очень обрадовался. И она сказала, это моя просьба, вот прими Просад с праздника, я принесла Просад моего Гродова, поэтому потом делай со мной, что хочешь. Вот тот решил подкрепиться, вот он принял Просад Раман Зачарья. Как он начал есть остатки пищи Раман Зачарья, все скверные желания в его сердце, они ушли. Они ушли из его сердца, поскольку остатки пищи ваишнавов, они очистят наше сердце. Конечно, если там нет ваишнава аппарата, ваишнава аппарате, как вчера я говорил по Нараду Махарадзе. В случае с Нарадой, Нарада, он принял остатки пищи с того саньяси, саду. И вот, и вся скверна ушла из его сердца. И вот такой же случай. В читании Чайтан-Блити, если вы не слепы, вы увидите. Там тоже такие есть примеры, но нужно изучать ее под руководством Гоу Ивашнава Феват. Там можно найти Джагат Ананда Пандит в Парамавирате. Там описываются такие, что вот пыль из лотосных стоп ваишнавов, остатки их пищи и вода мышцей их стоп. Это катализаторы нашего баджана, овощного аппарата. Это большая проблема. И когда этот человек принял Прасад, его сердце изменилось, он помыл руки и поклонился ей. О, Дэви, прости меня. Я очень скверный человек. Я демон. Пожалуйста, прости меня. Благослови меня. И он почувствовал. Все смотрите, какова сила Прасада. Остатков пищи. Рамон Джо Ачарьи с этого дня он очень много помогал им. Он выражал почтение и также в случае Мадхаргаса и Махараджа. Так уже случился, я расскажу в дальнейшем. И вот о слоке, с которой я начал, мы должны помнить ее всегда. Рамон Джо Ачарьи с этого дня он очень много помогал им. Продолжение следует...